Сотрудники полиции за преступниками не поспевают. Злоумышленники придумывают все новые и новые схемы мошенничества. Один из самых распространенных. СМС-ка «Мама, я в беде, положи тысячу рублей на счет». Предлагают заплатить маленькую сумму за якобы выигранный автомобиль. Или скачать программу, с помощью которой можно прочитать все СМС-ки другого человека. В прошлом году нашим сотрудникам удалось найти преступников. Они находились в городе Новосибирске, в местах лишения свободы. И оттуда осуществляли свои преступные деятельности. Те, кто разводят орловчан на деньги, жители других городов. Совсем недавно заманить в ловушку преступникам удалось орловчанку. 7 тысяч рублей за новенькую иномарку. Такое предложение пришло на телефон этой девушки. Раздумывать не стало. Сумма, которая составляет стоимость автомобиля, 611 900 рублей. Я должна была перевести 1%, 6100 с лишним. Вот, соответственно, плюс комиссия, в итоге я потеряла 7 тысяч рублей. Каждому третьему когда-нибудь сюда приходило подобное СМС. Кстати, телефоны мошенничества из года в год только растут. Преступники снова и снова придумывают новые способы лохотрона. Только за последние 5 месяцев в полицию обратились 4 обманутых, когда как в прошлом году 9. Несколько раз приходили такие сообщения, но я стараюсь на них не отвечать. Ну, было сообщения там, но я на них обычно не отвечаю. Приходили то, что мой номер телефона выиграл автомобиль, просто брала и удаляла эти СМС. Кстати, зачастую на телефон поступают сообщения якобы о выигранных призах на популярных радиостанциях. Мы еще раз напоминаем орловчанам. Радио Ретро-ФМ Орел и Европа плюс Орел подобные сообщения не рассылают. Если вы действительно выиграли приз в эфире, то с вами свяжутся наши диджеи. Будьте бдительны. Алина Чабан, Игорь Олейников, для программы Оперативный эфир.